Перед началом сессии депутаты поздравили Веру Стефановну Севрюкову. Работу коллектива лечебно-диагностического центра «Делуч» высоко оценили в крае и наградили почетной грамотой законодательного собрания края. С отчетом о деятельности отдела МВД по городу Анапа перед депутатами выступил начальник отдела, полковник полиции Андрей Терехин. В отчетный период на 20% снижено общее количество разбойных нападений. Почти на четверть сократилось количество грабежей. Положительные тенденции зафиксированы по линии борьбы с хищениями транспортных средств. Выявлено 82 преступления экономической направленности, в том числе 59 тяжких и особо тяжких составов. Выявлено 10 преступлений коррупционной направленности, в том числе 5 фактов взяточничества. 12 преступлений против государственной власти. Депутаты приняли решение повысить качество взаимодействия органов правопорядка, местной власти и общественности в сфере профилактики преступлений и правонарушений. Депутаты внесли изменения в программу по выполнению наказов избирателей на 2014 год. Программные мероприятия направлены на выполнение работ по содержанию, ремонту и оборудованию социальных объектов муниципального образования, благоустройству населенных пунктов. Внесены изменения в индикативный план социально-экономического развития муниципального образования на 2013 год. В результате повышения заинтересованности и активности анапчан в работе органов территориального общественного самоуправления образовано несколько новых ТОСов. Решением Совета утвердили границы территорий, на которых осуществляется общественное самоуправление. На 14 апреля этого года назначены публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования город-курорт Анапа. Проект устава и порядок учета предложений и участия граждан в его обсуждении будут опубликованы в ближайшем номере общественно-политической газеты «Анапское Черноморье» и на официальном сайте муниципального образования.